Всем привет, меня зовут Аскар и с вами канал IT Verdict. Всем мы пользуемся программами для голосового общения и при этом известных и крупных сервисов на самом деле не так уж и много. Кто-то использует скайп, кто-то тимспик, кто-то вообще рейткол, но совсем недавно на рынке появился новый игрок, который очень быстро стал завоевывать аудиторию. Это программа дискорд. Возможно вы используете эту программу, возможно нет, но скорее всего вы ранее как минимум слышали. И сегодня я хочу сделать сравнительный обзор между четырьмя самыми крупными в России сервисами для голосового общения, показать их недостатки, плюсы, а также указать область применения, где эти программы наиболее актуальны. Итак, поехали. Для начала начнем с самого известного и любимого многим скайпа. Это одна из самых старых программ, появившихся на рынке еще в 2003 году. Отличалась она на начальных этапах своей простотой и удобством, и быстро завоевала рынок. Однако одна из главных проблем, лично на мой взгляд, является то, что за почти 14 лет существования сервиса можно на пальцах пересчитать серьезные нововведения, которым подверглась программа. Это возможность звонить на сотовые телефоны, демонстрации экрана, появление видеосвязи и в дальнейшем видеоконференций. Да, программа обзавелась приложениями для мобильных телефонов и некоторыми небольшими функциональными и внешними изменениями, но за 14 лет разработки список новшеств, которые прошла программа не может не удивлять и удивлять именно в плохом смысле. Теперь, что касается плюсов и минусов. Главными плюсами на сегодняшний день является непосредственно наличие видеосвязей, демонстрации экрана и возможность звонить на сотовые телефоны, находясь в роуминге. Там данная возможность более чем актуальна. Но на этом плюсы заканчиваются. Что касается минусов, то у этой программы самая большая нагрузка в плане производительности из всех программ, которые у нас сегодня будут рассматриваться. И это разница не в несколько процентов, а в несколько раз. Также к минусам следует отнести постоянное использование интернет-канала. Далее. Абсолютно отсутствие какого-либо функционала для управления конференциями. То есть он как бы есть на уровне зародыша, но по-прежнему не работает. И надежда на то, что в этом плане что-то изменится в ближайшее время очень мала. Следующий минус – это полная деградация в плане защищенности трафика. И об этом свидетельствует огромное количество найденных за последние годы уязвимостей. Также к минусам отнесем баги групповой связи. Например, в одну и ту же конференцию могут позвонить два человека. Когда конференция активируется, то одни могут попасть в одну часть конференции, а другие в другую. При этом они не будут слышать друг друга, хотя по факту находятся в одной конференции. Также, естественно, минусом является реклама. И да, просто отвратительная настройка личных данных и регистрация. Приведу пример. При регистрации рабочего аккаунта в скайпе я создал учетную запись, то есть задал логин, задал пароль, но потом в программу с этим логином и паролем я попасть не смог. Я подумал, может, я ввел пароль неправильный или логин. Вводил несколько раз. Думаю, нет, ну все равно не захожу никак. Тогда я подумал, может, какие-то ошибки в плане ввода пароля повлияли там на регистр или еще на какие-то данные. Я сбросил пароль и заново задал уже самый простой пароль, чтобы уж точно не ошибиться при вводе. И как вы думаете? Да, с ним я тоже не авторизовался в программе. Я так сбрасывал пароль и пытался сделать другие комбинации. Буквально, наверное, час я сидел этим занимался. В итоге я бросил это занятие и смог зарегистрироваться заново только через неделю. И тогда уже этих проблем не было. Зато появилась другая проблема. При изменении личных данных в аккаунте, например, при введении веб-сайта, вы вводите веб-сайт, нажимаете сохранить, и через несколько секунд введенная запись пропадает. Да, просто вот берет и пропадает. И при том, так происходит с практически любыми данными, которые вы пытаетесь изменить. Я не знаю, возможно, у меня одного так, и лично мне так не везет. Но я не понимаю, как в программе, у которой такая большая аудитория и такая большая ответственность, возможны такие баги. Что ж, теперь перейдем к рейтколу. Рассказывать историю этой программы я не буду, поскольку я ее попросту не нашел. Хотя сам я этой программой пользовался некоторое время, когда искал альтернативу как раз-таки скайпу. И эта программа вызвала у меня очень смешанные впечатления на тот момент. И сейчас я расскажу почему. Начну с плюсов, и, как всегда, перейдем к минусам. Безусловно, плюсами этой программы являются наличие функции создания групп, при том их создание бесплатное. Также это возможность голосования, создание музыкальных ботов, объявлений и также добавление видео. Также программа способна похвастаться достойной производительностью и потреблением ресурсов в гораздо меньшем количестве, чем тот же скайп. Плюс к этому у программы имеется игровой оверлей. Теперь к минусам. Большинство функциональных плюсов, перечисленных выше, реализованы очень криво и неудобно. Также у программы имеется огромное количество абсолютно ненужного функционала, такого как разные роды игры, подарки и еще много-много ненужных элементов. Также имеются ограничения количества пользователей на сервере, задержки в голосовой связи и заметно сильное ухудшение качества звука при большом количестве человек в группе. Ну и опять же эта программа не лишена рекламы. И теперь перейдем к самому стражилу среди всех программ — это TeamSpeak. Программа была выпущена аж в конце 2001 года и уже на тот момент имела возможность создания сервера и его администрирования. В дальнейшем программа сильно обрастала функционалом и теперь пройдемся по плюсам и минусам. К плюсам можно отнести широчайший функционал, который способен еще больше расшириться за счет разного рода плагинов. Огромное количество настроек серверов, управ. Также у программы очень высокое качество звука и возможности его настройки. Плюс к этому имеется возможность использования вашего голосового сервера в качестве файлового. Далее, еще раз функционал, которого ну просто очень много. И да, при этом у программы совсем небольшое использование ресурсов компьютера. Также помимо бесплатного использования самой программы, вы можете также бесплатно создать свой сервер. Также у программы имеется приложение для мобильных устройств и полностью отсутствует реклама. Теперь, что касается минусов. Первый – это ограничение количества пользователей в 32 человека на серверах без лицензии. Плюс к этому, если вы держите сервер на своем компьютере, то естественно необходимо держать его включенным для постоянного онлайна. Далее, необходимость как минимум в трех докторских степенях для настройки прав и разрешения привилегий пользователей. Следующая проблема знакома лишь тем, кто очень серьезно занимался настройкой сервера. Это так называемая проблема вертикальной иерархии. То есть, очень сложная система настройки прав, при которых два человека с равными правами смогут зайти только в свои каналы, а в каналы друг друга зайти не смогут. Также у программы нет встроенного оверлея, но эта проблема решается наличием того же овервульфа или другими плагинами. Следующий недостаток присутствовал лишь до недавнего времени. Это отсутствие привычного и понятного списка друзей, так как нет привычной в нашем понимании учетной записи. То есть, если вы установите программу на другой компьютер, то у вас не будет списка друзей, историй сообщений, закладок с серверами и ваших прав на этих серверах. Ну а с последним обновлением появилась возможность регистрации учетной записи, что частично устранило данный недостаток. К минусам также можно отнести очень урезанный функционал у мобильной версии программы, что однако не мешает вполне хорошо выполнять основные функции. Теперь же перейдем к самому последнему и самому молодому представителю, это программа Discord. Данная программа вышла совсем недавно, в середине 2015 года и уже успела стать одной из самых популярных программ для IP-телефонии. Разберемся за счет чего. Главным плюсом данной программы является наличие практически всего лучшего, что есть в TeamSpeak и Скайпе. Уже фактически анонсированы демонстрации экрана и видеочат, с учетом того, как часто обновляется программа и добавляется новый функционал, ждать этих функций осталось совсем недолго. Также у программы появились боты. Также несомненным плюсом являются абсолютно бесплатные сервера и в отличие от TeamSpeak на них не требуется лицензия, а также отсутствуют лимиты на количество пользователей. Следующим плюсом является защищенность. Это как и хорошее шифрование, так и наличие двухфакторной авторизации, которая позволяет защитить ваш аккаунт. У программы просто отличное мобильное приложение, которое практически не требует ресурсов, так еще и обладает большинством функций десктопной версии. Плюс у программы также есть браузерная версия. От TeamSpeak программа переняла настройки прав и при этом взяла только самое необходимое, что позволит очень гибко настроить права. Вы сделаете это очень легко, избежите проблем в вертикальной иерархии и да, для этого вам не потребуется докторская степень. Следующим плюсом является наличие прямых звонков между пользователями, минуя необходимость использовать каналы на сервере. У программы есть свой оверлей, который очень хорошо реализован и также есть интеграция с различными сервисами. Также предусмотрена возможность создания приглашений на сервер со временем действия и лимитом, а также со специальной страницей. У программы очень удобный и интуитивный интерфейс, к которому привыкаешь уже через пару минут использования. Также высокое качество звука и возможность его настройки. Однако, в отличие от тимспика, звук здесь чаще всего не требует детальной настройки и хорош уже при настройках по умолчанию. И да, главный плюс для людей, которые играют в требовательные игры на не очень сильных ПК, это то, что данная программа не сжирает ресурсы вашего компьютера. Она отлично оптимизирована и тут полностью отсутствует реклама. Что касается минусов, то у программы имеется один недостаток, с которым я периодически сталкиваюсь. Это то, что тебя иногда перестают слышать на сервере. То есть ты говоришь, говоришь и раз, как будто заметил микрофон. Решается это в два нажатия кнопки, дисконнект и коннект обратно на канал, но все же вещь эта не очень приятная. Однако, встречается эта проблема очень редко и скорее всего скоро исчезнет совсем. Второй минус это пока что отсутствие видео вызовов и возможности демонстрации экрана. И этого нельзя отрицать, что данные функции бывают очень часто нужны в повседневных нуждах и пользователи их очень ждут. Также в данной программе в отличии от TeamSpeak отсутствуют подканалы, но разработчики также обещают, что собираются реализовать данную функцию. А теперь к выводам. Скайп на сегодняшний день является одним из самых популярных способов общения при том как по работе, так и среди геймеров. И это несмотря на все его недостатки. Если вы предпочитаете видеозвонки, а также нечастые переговоры по работе, то данная программа окажется для вас оптимальным решением. Также не стоит забывать про возможность звонить на сотовые телефоны. Однако для игр и переговоров с командой использовать данную программу я вам не советую. Рейдко уже напротив начал свой путь как перспективный аналог того же TeamSpeak или Skype. Но то ли пыл разработчиков угас, то ли движение в сторону ненужного функционала уменьшило и без того не очень большую аудиторию. В любом случае сейчас в дискорде сидят те, кто уже тогда на этапах становления этой программы сформировал некий круг друзей в этой программе и они по привычке сидят там. В любом случае если вы подумаете переходить на данную программу скажем с того же skype, то я вам советую все же подумать. Программа давно не обновляется и надежда на то, что там появится какой-то реально полезный и интересный функционал очень мала. И да, ведь есть еще два интересных варианта, к которым вы можете обратиться. Первый это TeamSpeak. Если вы не боитесь сложности и вам интересна детальная настройка, то TeamSpeak точно для вас. Он удивит вас как качеством звука и производительностью, так и самим функционалом. Однако не забывайте о том, что если вы хотите чтобы ваш сервер был онлайн 24 на 7, то соответственно тот компьютер на котором запущен сервер должен быть также все время включенным. И также вы не избавитесь от лимитов 32 человека на сервере если не купите лицензию. Также вы можете арендовать сервер и тогда вы избавите себя от необходимости держать ваш компьютер включенным. И тут в качестве альтернативы к нам приходит дискорд. Данная программа является перспективной альтернативой скайпу и тимспику, то есть тем, чем пытался в свое время стать рейткол. Но в отличие от рейткола данная программа движется в правильном направлении и добавляет только те функции, которые действительно важны, избегая сомнительных решений. Дискорд радует как понятным интерфейсом и высокой производительностью, так и широким функционалом. И если в отличие от тимспика в каких-то моментах дискорд уступает, то есть главное несомненное преимущество. Это то, что вы можете создать большое количество серверов, которые будут активны 24 на 7, вне зависимости от того, включен ваш компьютер или нет. А также эти сервера не будут иметь лимитов на количество пользователей. Так что выбор за вами. Лично я постарался как можно более подробно и интересно рассказать о тех возможностях, которые имеются у данных программ. И надеюсь это кажется для кого-то интересным. Я сам пользовался каждой из этих четырех программ и сейчас я на данный момент пользуюсь только двумя из них. Это тимспик и дискорд. Скайп я использую только для рабочих звонков, а рейткол я скачал только что для того, чтобы сделать этот обзор. И естественно использовать в будущем я его не планирую. И на этом я буду прощаться. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, интересно ли вам данная рубрика. Пишите то каким софтом пользуетесь вы для общения и почему. А также подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях и увидимся с вами в следующих выпусках. С вами был канал IT Verdict. Пока!